На 16-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель возле поселка Воронцовка в 11 часов утра приключился неожиданный и при этом смертоносный замес с участием единственного ТС, а конкретно тентованной фуры МАН. Декорация такая. Пустопорожняя фура, пилотируемая 58-летним дальнобойщиком из закрытого ядерного Новоуральска, катилась из Ханты-Мансийска домой. Про рулевого известно, что водительского стажу в нем было 22 года, и при этом областная госавтоинспекция сообщает, что на нарушениях ПДД его ловили всего-то два раза. В этом году за ремень, да еще в 2017-м за тахограф. То есть пилот был и очень опытный, и очень дисциплинированный, но, судя по всему, не сильно любил обременяться. Только этим можно объяснить его гибель. Что с ним случилось под Воронцовкой в минувшую субботу, 11-го числа, 11-го месяца, в 11 часов утра, непонятно. Но по какой-то причине мега-опытный дальнобой на прямом, ровном, освещенном, да, влажном, но, судя по картинке, пропесоченном участке трассы, не справился с большой сильной машиной. По следам видно, что МАН плавно поехал вправо, слетел с асфальта в кювет и замер на нижнем ярусе со свернутой вправо башкой. 11 ноября 2013 года, в районе 11 часов, водитель управлял грузовым автомобилем, двигался по автодороге Серов-Севральск-Пильдель в районе 16-го километра. Водитель не справился с управлением, допустил съезд в проезжей части, в результате чего водитель погиб. Почему 58-летний новоуральский дальнобойщик погиб, сложно сказать, до результатов судмедэкспертизы. Если судить по видеокартинке, любезно предоставленной областной ГАИ, то фура не перевернулась, ни во что не вонзилась, ее морда особо не повредилась. При каком таком потрясении водитель мог так сильно удариться, что вот прям погибнуть, непонятно. Может быть, он был не обременен. И при крутом спуске кабины в кювет, и при ударе о землю, он полетел вперед, стукнулся головой и погиб. Но это как вариант. Косвенно за не обремененность пилота говорит тот факт, что в конце своего пресс-релиза ГАИшники порекомендовали рулевым выбирать безопасную скорость с учетом погоды и состояния трассы. И, что важно, пристегиваться. А практика показывает, что ГАИшники в оконцовке своих релизов рекомендуют соблюдать те правила, нарушение которых привело к замесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова